Привет, зритель! Немножко интересной информации. Ставим лайк и поехали! Картофель – один из самых популярных овощей в мире. Он выращивается и употребляется в пищу повсеместно. Из него можно приготовить несколько сотен вкусных и полезных блюд. Родина этого корнеплода считается Южная Америка, откуда он в 16 веке и был привезен в Европу. Где относительно неприхотливая культура быстро распространилась. Во многих европейских странах картошку не рекомендуют есть с кожурой, потому что в ней образуются вредные для человека вещества. В Финляндии же едят с кожурой как молодой, так и старый картофель. В Финляндии молодой картофель в большом почете. Маленький размер клубни и тонкая кожурка сообщают жителям страны, что наступило лето. Помимо нескольких народов, живущих преимущественно на севере, практически никто не ест недозрелую картошку, тем более в мундире. Картофель защищает себя с помощью кожуры, образуя в ней гликоалкалоиды – солонин и хаканин. Ядовитый солонин образуется также тогда, когда клубни начинают зеленеть. Оба этих вредных для человека вещества защищают картофель от вредителей и болезней, пока он находится в земле. В недозревших клубнях гликоалкалоидов больше, чем в осенней картошке, особенно много их в кожуре. Правда, у молодого картофеля она гораздо тоньше и большая ее часть отходит непосредственно при промывке. Финские рекомендации в области питания допускают употребление молодого картофеля в пищу с кожурой. Это обусловлено тем, что время созревания короткое, дни длинные и светлые, а также финны используют способы высадки в холодный грунт. Допустимое значение гликоалкалоидов в сыром картофеле – 200 мг на 1 кг. Практически ни один выращенный в стране сорт не достигает таких показателей. Тем не менее, маленьким детям не рекомендуется давать молодой картофель с кожурой. Самым полезным считается молодой картофель с июня по октябрь, так как в это время он особенно сочный, вкусный и богат многими полезными веществами. Его желтая кожура говорит о полезности продукта и содержании большого количества каротина. Чтобы сырой продукт приносил только пользу вашему организму, нужно правильно его выбирать. Он должен быть молодым, выращенным в экологически чистом районе, не содержать минеральных удобрений и пестицидов. Нельзя употреблять в пищу зеленую картошку, она содержит так называемый солонин, который очень вреден для организма. Перед употреблением картошку тщательно нужно помыть и для большей уверенности в ее чистоте обдать кипятком. У разных народов разные традиции поедания этого международного клубня. Многие европейцы считают экзотичным, что в Финляндии картошку обычно чистит сам едок непосредственно перед трапезой. То, что ее можно и не чистить вовсе, у большинства не укладывается в голове. Имеет значение также сорт, к которому привыкли в той или иной стране. По историческим причинам в Финляндии картофель желтее, чем в Центральной Европе. Так, например, в Германии едят бледную, почти белую картошку, в Испании средний размер клубня раза в 3-4 больше финского, а на Кипре содержание крахмала намного ниже северного, поэтому и официальные рекомендации по питанию отличаются в разных странах. В России же картофелю пришлось буквально отвоевывать свое место на полях. Его появление связывают с Петром Первым, который в конце 17 века привез клубни из Голландии. Однако выращивать его начали на клумбах, как декоративное растение. В пищу пробовали употреблять не клубни, а плоды картофеля, которые оказались ядовиты. За это их даже окрестили чертовыми яблоками, и только немногие выращивали картофель в огородах, а не на клумбах и употребляли в пищу клубни растения. В середине 19 века по инициативе одного из чиновников стали увеличиваться площади под посадку этого овоща, по всей стране рассылались указания и наставления о том, как правильно не только выращивать, но и хранить картофель. Однако это нововведение вызвало недоверие и недовольство среди крестьян, и по стране прокатились картофельные бунты, для подавления которых пришлось даже задействовать войска. Освоили выращивание, хранение и приготовление картофеля в России только к концу 19 века, и тогда он стал одним из основных продуктов питания, за что его и по сей день называют вторым хлебом. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.